Всем привет, это FreeStudio21.com и я решила вернуться к вопросам грамматики или околограмматики, поскольку возникли вопросы почему get может стоять перед инфинитивом и чем он отличается от просто get без инфинитива и чем он отличается от просто инфинитива без get и вообще есть ли какая-то разница или это просто вот так говорят и всё, не более того, как очень часто с get бывает может ли get употребляться только с инфинитивом или ещё может с герундием или может даже с participle, кто его там знает ну короче с ингами, грубо говоря и что вообще всё это значит Итак, я взяла предложение, которое очень часто всплывает и в примерах, и вообще в жизни оно такое более-менее приближённое к реальности When you get to know him, you will see he's a nice guy То есть, когда ты его узнаешь ты увидишь, что он хороший парень И всё здесь класс Единственное, нас может напрягать вот эта вот штука Что значит get to know? И здесь можно было бы написать интуитивно перевод Узнаешь Это в принципе правильно будет Но это будет не совсем точно Точнее будет сказать не просто узнаешь а со временем узнаешь То есть, предполагается не просто какая-то там инициация процесса Нет, предполагается, что это будет растянутый процесс Там в прошлом, в будущем это уже не суть важно Но здесь акцент на вот это со временем То есть, процесс не одномоментный Обращаем внимание, что у нас не просто инфинитив стоит, какой попало У нас такой глагол, который обычно в continuous не ставится То есть, это steady verb по сути Это умственная деятельность И мы помним, с умственной деятельностью continuous лучше не ставить Следовательно, как показать мне процесс? И я могу его показать вот таким образом Я могу поставить get И это мне покажет, что вот это no будет как бы растянуто во времени Почему мы переводим здесь в будущем? Потому что у нас будущее время Ну, не более того Здесь его нет, потому что у нас стоит when Мы помним, что здесь time close В time close нельзя ставить будущее время Потому что when Там могло быть after, могло быть before, могло быть там soonest какое-то Поэтому мы не можем здесь поставить will know Но если бы, если бы не было там, теоретически не было бы when Мы могли бы сказать will get to know Да ради бога Время у нас может быть любое Ладно, возьмем другой пример She never gets to drive this car Здесь у нас нормальный глагол Который, ну, может быть в continuous Может показывать процесс И тогда зачем нам это get? И вообще, как мы переведем эту фразу? Получится, что она никогда со временем не водит Или не будет водить Здесь не совсем понятно Эту машину, ну, явно что-то другое Это второе предложение И ничего общего не имеет с первым Здесь, на самом деле Get to drive Учитывая то, что у нас стоит перед этим Never Будет переводиться так Она ни в коем случае Ни при каких обстоятельствах Не сядет за руль этой машины Но даже этот перевод Нам мало что дает Кто-то может сказать Ну, не сядет и не сядет она за руль этой машины Мало ли Ну, может она вообще незрячая Поэтому не сядет Но здесь не это имеется в виду Здесь не от нее это зависит Здесь это зависит от человека Или людей Которых здесь не упомянуто в предложении Не потому, что она не может А потому, что я не хочу Или кто-то Чья это машина Или, возможно, в чьем распоряжении Это машина Не хочет, чтобы она села за руль То есть здесь, по сути, у нас запрет Тогда как здесь у нас Быть в процессе Или процесс, как угодно Вот это ни в коем случае Не сядет за руль Здесь, конечно, в предложении этого не видно Но когда мы видим эту структуру Эта структура говорит сама за себя Она нам сообщает дополнительную информацию Которую здесь явно в предложении как бы нет Она ни в коем случае не сядет за руль Потому, что я этого не хочу Потому, что я запрещаю То есть здесь слова одни скрывают слова другие Едем дальше Возьмем третий пример We are short of time У нас нет времени Это такой ввод в контекст немного И далее Let's get working Итак, здесь у нас нарисовался get Вместе с инговой формой Такое можно делать Get действительно употребляется с инговой формой И это значит начинать что-то делать То есть давайте начнем работать И не нужно ни в коем случае путать это с выражением Let's get started, допустим Там у нас it стоит И там у нас явное состояние Поэтому это немножко другое Иными словами Если я не хочу морочить себе голову Я могла бы ту же самую мысль передать Ну, возможно, это более знакомо Let's start И дальше хотим ставим working Хотим ставим to work Это уже чего кому больше нравится То есть, грубо говоря, инициируем процесс И это, пожалуй, единственная роль инговой формы после get Больше ничего другого не бывает Из этого мораль Если у нас появляется get После него может быть как инфинитив, так и инговая форма Если это инфинитив Инфинитив может быть только полный То есть to Get с инфинитивом может иметь два значения Вариант первый То, что у нас было в самом начале То есть быть в процессе Обычно, кстати, это палочка-выручалочка Когда у нас статив verbs Get to see Get to hear Get to know Get to understand Get to remember И так далее, и так далее То есть со временем вспоминать Со временем узнавать Со временем как бы видеть И все такое То есть иными словами Действия в процессе Чисто теоретически Мы, конечно, можем любой глагол сюда поставить Get to sleep, допустим, тоже Заснуть Причем заснуть не сразу Упасть и вырубиться А какое-то время провести засыпая Get to learn Научиться Опять же со временем научиться Не сразу научиться А прошел какой-то Или пройдет какой-то период времени И я научусь Времена здесь могут быть любые Здесь могут быть перфекты Здесь может быть прошедшее время Настоящее время Будущее время Очень часто ставится с такой структурой Оно очень удобно Ну, наверное, только continuous здесь Не будет иметь особого смысла Потому что, ну, по сути Сама структура показывает процесс Ну, зачем его делать масломасляным Далее вторая группа Второе значение Это действие по случайности Или, скажем так, случайное Или разрешенное действие И это, собственно, то, что было во втором примере She never gets to drive this car Здесь можно было бы сказать иначе She is banned from driving this car Или I forbid her to drive this car Или что-нибудь в этом духе Я поставила passive voice просто потому, что Я не хочу показывать, кто именно запрещает И водить машину Здесь еще стоит слово never Оно нам упрощает жизнь Оно подсказывает нам, что здесь, ну, что-то не Чего-то то ли не должно быть То ли не происходит То ли еще чего-то Но, в принципе, его может не стоять И тогда, если я, ну, допустим, never уберу Я могу сказать так She gets to drive this car Only if she gets the driving license То есть она сядет за руль этой машины Только когда получит водительские права И тогда у меня будет явное такое вот разрешение То ли разрешение, то ли запрет То ли разрешение в форме негативного условия Ну, что-нибудь такое Ну, вот, напишем этот пример сюда Потому что с виду структуры абсолютно одинаковые Нет смысла их изображать She gets to drive my car Only if she does her driving test Или driving exam То есть она сядет за руль машины Только когда она сдаст на права Или сдаст экзамен на водителя Теперь далее Если get употребляется с инговой формой Ну, здесь все легко Смысл основной Начать что-то делать То есть если у меня будет get driving Иными словами это Start to drive И больше никакого скрытого смысла здесь нет Вот такой вот get С безличными формами Достаточно интересная конструкция Очень такая, ну, наверное, не самая заезженная Не самая обычная Непривычная немножко для нас Но get вообще уникальный глагол Он может значить, ну, наверное, все И поэтому неудивительно Что вот он может стоять Еще с инговыми формами и инфинитивами На самом деле get может стоять С инговыми формами и инфинитивами Не только так, как здесь Он может еще быть частью оборота С инфинитивами и ингами И здесь этих оборотов не было Я умышленно о них умолчала Это будет во второй части видео Ссылка на эту вторую часть, естественно В описании видео будет стоять Ссылка на все мои художества Также в описании видео Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на мой канал